Девушки отдыхают Тут не сойти с ума. Те, кто регулярно проходят огонь, воду и медные трубы, должны иметь стальные нервы. Людям такой профессии нужно быть в режиме 24 на 7, психологически здоровыми и стрессоустойчивыми. За эмоциональным состоянием югорских МЧСников тщательно следит Ольга Вершкова. Она штатный психолог. На работу люди у нас устраиваются, проходят психологическое тестирование. Если человек идет на определенную должность, у него должны быть профессиональные важные качества. В зависимости от должности. Но тестируем мы абсолютно любые должности. Помимо обязательного психологического тестирования при устройстве на работу, Ольга несколько раз в год проверяет действующих сотрудников на эмоциональное выгорание. Когда это необходимо, проводит индивидуальные консультации. Результаты теста Ольга видит сразу. И если к анкете Данилы претензий нет, то к Андрею есть вопросы. Когда вы в отпуске были в последний раз? Ой, в ноябре буду. В ноябре будете? Да, было в апреле. В апреле. Очень долгий срок. Предлагаю вам походить в комнату в отпуске. Тесты показали. Из-за нагрузки у Андрея проблема с вниманием. Считаю, что периодически эти вещи очень полезны, потому что психологическое здоровье, оно скажется на физическом и остальном самочувствии человека. Спасибо, что Ольга Леонидовна подсказала мне, какие вещи мне надо скорректировать. Ее служба и опасна, и трудна. Помимо работы с сотрудниками МЧС, Ольга выезжает на ЧП, где работает с пострадавшими и их родственниками. Ведет переговоры с людьми, что решили свести счеты с жизнью. Не раз спасала их от суицида. И как тут самой остаться психологически здоровой? Бывали случаи, когда я тоже обращалась к психологу после чрезвычайных ситуаций каких-то. Еще один обязательный метод психологической проверки – имитация чрезвычайной ситуации, с которой нужно справиться новичку. Это теплодымокамера, то есть тренажер для пожарных. Представляет он из себя лабиринт с возможностью подачи дыма, то есть чтобы создать условия ограниченной видимости. Также здесь есть симулятор различных искрений, то есть свет меняется. Есть возможность увеличения температуры. Тренажер мобильный и может меняться. Достаточно переставить несколько перегородок. Поэтому каждый раз это новое испытание. Лабиринт очень узкий. Человек с клоустрофобией здесь точно запаникует. Давит на психику и звуковое сопровождение с криками. Температура в комнате регулируется и может достигать 60 градусов. Проверка не для слабонервных. То же самое можно сказать про огневую полосу психологической подготовки. Она сопровождается неприятными звуками и дымом. Важно, огонь здесь настоящий. Пожарная занимается на данной полосе раз в полгода. Это является неотъемлемой частью их профессиональной подготовки. Открытый лабиринт, в котором также могут переставляться решетки, чтобы они при выполнении тех или иных упражнений в составе звена могли также, опять же, коллективным делением помогать друг другу данные элементы преодолеть. В таких испытаниях закаляются нервы. И в чрезвычайной ситуации у спасателя точно не возникнет мысли дать слабину. А значит, он не растеряется и поможет.